По оценкам экспертов, ситуация на валютных рынках сейчас во многом зависит и от выборов в США. На должность президента там претендует Дональд Трамп и Джо Байден. Официальный день голосования назначен на завтра, 3 ноября. Американские социологи уже предрекают победу выдвиженцу от демократической партии Джо Байдену. Это показывают опросы. А вот российские эксперты говорят, что победа Байдена будет означать более тяжелые времена для России. Чем это было при Трампе? В этой теме сегодня разбиралась моя коллега Елена Армас. Она сейчас в студии. Елена, тебе слово. Спасибо, Сергей. В общем-то, президентская гонка в США уже подходит к своему финишу. Сейчас идет досрочное голосование. Уже проголосовали 92 миллиона американцев. Это почти 43% от общего числа зарегистрированных избирателей. Оба кандидата, действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден, последние два дня встречались с избирателями в ключевых штатах, которые способны решить исход голосования. Что можно сказать о кандидатах? Республиканец Трамп хочет переизбраться на второй срок. Выступая в Северной Королине, он сказал своим сторонникам, что в случае победы Байден ведет жесткий локдаун. Это, по его словам, американцам не понравится. Трампа не раз критиковали за недостаточные меры противодействия коронавирусу, но главное преимущество Дональда Трампа – его обещание снизить налоги. Действующий президент оптимистично высказывается об итогах выборов. Я думаю, что с президентской точки зрения мы побеждаем во многих штатах. Толпа, безусловно, полна энтузиазма. Я надеюсь, что мы сделаем это. Я думаю, что мы собираемся вернуть себе Белый дом, потому что люди устали от демократов. Его оппонент, демократ Джо Байден, выступил в своем родном штате в Пенсильвании. Он, в частности, обратился к чернокожим избирателям и сказал, что у них есть два дня, чтобы поставить точку в правлении Трампа. При этом соцопросы один за одним прочат Джо Байдену уверенную победу. Но, по словам экспертов, исход могут предрешить только штаты, которые еще не определились в своих симпатиях между республиканцами и демократами. Но у Байдена уже есть серьезная поддержка в лице бывшего президента, Барака Обамы. Он выступил на митинге за Байдена, где выразил неприязнь к Трампу и к его политике в отношении ковид-19. В этом разница между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Трамп заботится о том, чтобы накормить свое эго. Джо заботится о том, чтобы вы были в безопасности и ваша семья была в безопасности, чтобы страна снова двинулась в светлое будущее. На самом деле, митинги за последние дни стали обыденностью для США. Люди выходят в разных штатах на улице, чтобы высказать свою позицию, о предстоящих выборах против Байдена, против Трампа. Конечно же, демонстрантов задерживают. Вот лишь некоторые кадры. Сейчас США уже готовятся к более жестким митингам после дня выборов 3 ноября. По словам федеральных и региональных американских чиновников, протесты ожидаются в случае переизбрания Дональда Трампа или спорного результата. Они считают, что если выиграет Байден, волнения будут заметно слабее. Однако эксперты полагают, что любой исход президентской гонки может привести к новой волне протестов и беспорядков. Мобилизировать своих сторонников и оспорить итоги выборов могут как демократы, так и республиканцы. За событиями в США сейчас следит весь мир, и российские эксперты тоже. Они уверены, что победа Байдена для России может привести к эскалации конфликта. Сам Байден в своих предвыборных речах не раз говорил, что Россия является основной угрозой для США. Однако эксперт Эдвард Голосов считает, что это лишь пугалки. Надо всегда разделять позиции кандидата президента во время предвыборной гонки и позицию выбранного президента. Кандидату в президенты нужно выиграть гонку, произнести какие-то речи из серии «давайте с Россией разбираться», а президенту нужно решать конкретные проблемы. Так что не исключено, что США в случае избрания Байдена свою риторику смягчат и начнут договариваться. И эти пугалки могут не все осуществиться, потому что задачи у них уже будут совсем другие. Но политолог Александр Морозов считает, что предвыборные слова Байдена пугалками считать не стоит. И, скорее всего, вместо санкции он выберет иные меры для угнетения российской власти. Сам по себе режим санкций находится уже на некотором пределе возможностей. Дальше расширять можно эти санкции, возможно, это будет, но они не будут оказывать того эффекта, который требуется. Скорее можно сказать, что администрация Байдена будет искать новые и более активные даже меры в отношении России, чем просто режим санкций. Если придет администрация Байдена, то Владимиру Путину придется гораздо тяжелее, чем ему было при Дональде Трампе. Экспертов в вопросе выборов в США интересует не только политика, но и экономика. Что с ней станет, если на смену Трампу придет Байден? Ответ тут очевидный. Экономика сейчас и так страдает из-за повсеместных коронавирусных локдаунов, но выборы в США становятся еще одним фактором падения рубля по отношению к доллару. Курс доллара может достигнуть 120 рублей к августу следующего года, если Байден выиграет выборы, считает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Будут санкции против государственного долга России, против корпоративного долга. Мне кажется, что в самом жестком варианте ни одно российское юрлицо не сможет разместить ни одну долговую бумагу. То есть ни правительство не сможет занять ни госкорпорации. Долги придется просто погашать. Иностранцев вытряхнут из облигаций федерального займа. Там их сидит процентов 30 или поменьше. Если эти 30 процентов одним махом будут уходить с рынка государственного долга, значит доходность подскочит на 3-4 процента, а курс доллара будет в районе от 105 до 120 рублей. Если весной начнется давление на нас, допустим, в апреле, а апрель, как правило, месяц хороший с точки зрения валютной выручки, там курс будет стабилен. Но летом, к августу, он будет падать и долетит до дна за квартал. Официально избранный президент вступит в должность в январе 2021 года. До этого у российского рынка еще есть шанс стабилизироваться от ударов второй волны коронавируса и подготовиться к новым возможным санкциям от США. Но, судя по назревающим митингам, у американского президента будут дела поважнее, чем новые санкции против России. На этом у меня все. Сергей. Продолжение следует...